Он, на самом деле, так, как он есть, это просто экспериментально изучалось, что такие волны есть. Теперь оказывается, что если переписать вот это на модель терактовских электронов и посмотреть, что он будет главный висполярок, то оказывается, что он будет иметь вид случайного векторного потенциала. Все электроны будут случайно, по сути, случайно магнитным полем. Это не настоящее магнитное поле, а это вот магнитное, такое псевдомагнитное поле, которое произошло из вот этих вот изгибов. Оказывается, что, да, я тяню, вот тут даже написано, характерный масштаб вот этих самых вот этих риплс, как люди просто из экспериментов видели, их разные клубы, немножко разные числа, но это их магнитуда, а это характерная, так сказать, длина с нескольких нанометров, 5-10 нанометров масштаб в этом управлении и десятый ген нанометров, то есть инстерва, вертикально управлении. Оказывается, что в этом случае с такими риплами проводим, можно считать точно, и она точно дается вот этим значением. Это то же самое значение, которое было бы очень поручено, как такое квазипластическое значение вот здесь. То есть здесь, я думаю, что оно в общем случае бессмысленное, а оказывается, что вот с этими риплами это просто точно замечательно. Это один пример, но это значение отличается раза в три того, что видно в эксперименте, а в три меньше, так что, по-видимому, все-таки это не есть право на эксперименте. Ну и есть еще пример, почему это не главное, но хотя, в принципе, это потенциальный бомбок. Хорошо, теперь другая, значит, ситуация, когда главный беспорядок такой, что он, это какой-то рассеяние, типа случайного потенциала, который рассеянный интрида один, а не между далеками. В этом случае система модель, как я считаю, реабилитает топологический член. Оказывается, что если этот потенциал, например, есть потенциал, плюс, например, еще вот эти же самые риплами. То есть, представьте, что есть случайный потенциал между далеками и плюс случайный век. Тогда нарушена еще и симметрия относительно обращения времени, и возникает совершенно замечательное выхождение, что действие на теории лекартической точки ровно такое же, как в точке перехода целочисленного квантового эффекта Холла. То есть мы находимся в том же классе универсальности, с топологическим членом, как будто бы мы находимся в переходе между плотов в квантовом эффекте Холла. Я подчеркиваю, что здесь нет никакого магнитного поля. В квантовом эффекте Холла топологический член возникал из-за магнитного поля. Мы попадали в эту критическую точку между плотов, вот в эту критическую точку между плотов, которая соответствует вот, например, вот этому. оказывается, что в графине без всякого магнитного поля, то есть в нулевом магнитном поле, если у нас такое есть беспонятное, что нудамин не перемешивает, вот эта терактовость сама по себе создает тот самый пакологический член, который там возникал в магнитном поле, что мы оказываемся ровно на металитической точке. И из-за этого беда-функция, вместо того, чтобы ей быть просто отрицательной, как она должна быть в этом классе, и уложить глотализацию, делает то, что она делает в критической линии в квантовом эффекте Холла. Она идет наверх и создает в другую критическую точку, которая меряет, соответственно, переход между плотами. Это означает, что проводимость будет такой же, какая проводимость в пите в квантовом эффекте Холла. Она точно аналитически неизвестна, но численно известна. Число типа 0,6, например, Е2H. Здесь надо еще умножить по 4 из-за спина Холла. Получается число типа 2,4 Е2H, которое ближе уже к текущему эксперименту, в текущем раз в полтора меже. Ну, по крайней мере, это еще один способ понять, как может быть, что мы в эксперименте, что в двумерной системе с проводимостью Е2H мы не имеем локализации, если оказывается, что есть вот такой топологический механизм. Теперь здесь я говорю, что нужно, чтобы были случайный потенциал плюс векторный потенциал типа Рейблс. Что будет, если будет только случайный потенциал? Тогда мы принадлежим другому классу симметрии, и это класс симметрии, который вы называете симптически, как будто бы есть спин-аблиг. Здесь никакого спина-аблигу нету, но мороль скина играет изострит, который соответствует пудрешок, который, естественно, сильно нарушен, потому что мы переходим из-за одно и другое. Оказывается, что мы находимся в этом классе, и, опять же, действие, если его вывести, приобретает некоторый топологический член. Этот топологический член, в отличие от того, который в банном холле Z, он типа Z2, он бывает только или ноль, или единичный, но он играет то же самое. Он топологически защищает систему от локализации и опять не дает ей локализоваться. И это, опять же, люди увидели в чистом моделировании. Они направили вот эти терапевтические фермионы со случайным потенциалом и смотрели, какая проводимость обе системы при увеличении размера системы. И то, что они видели, что с размером системы проводимость нарастает, и на самом деле она здесь уже, когда он стоит за большой, то мы уже можем применить нашу пертурбативную или иную группу, а это класс, в котором есть антиорганизация. Это вы печальзи. Мы еще с ее помощью не могли ничего сказать, но при большом проводимости мы не знаем, что будет. Это пойдет в локализмическую бесконечность. Это означает, что за счет патологического члена опять же и здесь никакой локализации быть не может. И общий вывод стоит в том, какое замечательное свойство терапевтических фермионов. Что если, значит, смотрите, в графе не возникло две долины, две штуки тех терапевтических фермионов. То, что их два, а не один, это не случайное свойство. Это такая, они связаны друг с другом отображением, обращением в рим. И это вообще не случайное свойство. Это есть такая теорема, которая называется, фермен Таблинг. Она хорошо известна нам, людям, которые пытаются моделировать квадратную хромодинапию на решетках, которые моделируют терапевтические фермионы на решетках. И там эта проблема возникает лишь в минуту и в вторую ферму возникает. Но это неизбежное свойство. Модель здесь, это не модель, а жизнь. И эти два, не случайно, что-то возникло два. Теперь оказывается, есть такое замечательное свойство, что если вы не разрешаете им рассеиваться из одного таблина в другую, то есть вы как бы поделили фермион исходный на два терапевтических, и не даете им перемешиваться, то они не могут залокализоваться. Потому что они остаются топологически защищенными от локализации до тех пор, пока вы не разрешите, и вы идете. То есть терапевтические фермионы, одна штука терапевтических фермионов, не штука, а она спешит. Экземпляр. Не на моду отбираться. Не локализмус. Конечно, в графене это приближенное, наверное, будет утверждение. Потому что немножко потенциала рассеивающего между этими самыми долинами обязательно будет. Это означает, что на достаточно низкой температуре это всегда возьмет свое и локализация темпки наслопа. Мы сейчас увидим, что есть ситуация, а именно поверхность топологических изоляторов, где-то не может возникать терапевтических фермионов в количестве одного. Это не может любую теорему, не существование еще здесь, можно обвести. Можно подумать. Топологические изоляторы как раз и позволяют. Ну, разумеется, надо ее обойти, надо нарушить условия терапевтических фермионов. Хорошо. Да, ну вот тут просто нарисовано еще раз то, что таким образом мораль, что если взять вот этот, рассмотреть, модель, которая соответствует симпликтическому классу, то есть это терапевтический фермионов плюс случайный потенциал, то обычно этот класс возникает просто в системах со скидно-группом. И в двумерии, я вам уже говорил, что у него бета-функция устроена так, там есть антилокализация, поэтому бета-функция положительна вот в этой области, она отрицательна вот здесь, потому что есть изолятор, а локализация и имеется точкой перехода металлоизолятора. Замечательным образом то, что происходит в терапевтических фермионах, у них пропадает изолятор. В этот пункте нигде не становится отрицательным, поэтому такая схематическая, здесь мы не можем ее вот сосчитать, но схематически это схема поведение, а благодаря тому, что это экологическая защита, изолятора нет, и в эту функцию везде положительная. Локализация не происходит, а мы течем, как бы вот выразился. можно сказать, суперметалл, потому что с бесконечной проводимостью, но по географическим местам. В эксперименте, надо сказать, это не видно, в эксперименте, скорее, проводимость стоит на месте, в своем смысле проведение в эксперименте больше похоже на то, что, например, ожидалось в пусте-скази, но, в общем, это не с окончательного визита, что происходит в эксперименте, но, опять же, есть в разнообразных образцах, но, по крайней мере, вот эти ресурсы сегодня говорят, что герардовские фермионы и определенного типа диспрометов могут обладать такими свойствами, потому что они не локализуются, оказываются в физических точках, благодаря своим герардовским свойствам, которые, в частности, перевозят по физиологическим членам террористов. Хорошо. Да, теперь... С этим два слова еще про то... Да, значит, люди занимаются очень разными направлениями. Сейчас в решении географена есть много разных исследований, просто совсем чуть-чуть скажу, есть хранит, а из них, хотя их, на самом деле, намного больше. Активно исследуются свойства то, что называется от нано-рибонса, но это полоски вырослых герардов-трофенов, что для них важно, в каком направлении они вырезаются, потому что тогда у них, естественно, будет край, но и там край разного типа, поэтому называется диск-зак или арк-чер, и активно исследуются свойства этих полосок, свойства, соответствующих правилых ноток. Так вот. Еще посещаются вопросы ПМ-переходов из географена, если сделать просто такую ступеньку, чтобы с одной стороны уровень фермер будет, под географическую точку с другой стороны, над географическую точку, там необычные свойства отражения этих ступенек. Контакт со сверхуроводником, потому что Андреевская графения тоже имеет совершенно другие свойства графения, потому что это экстрактивная логия с исследованием, и МГС очень активно исследуется, у вас все экспериментаторы тоже, как графения делать щепь. С точки зрения теоретики, конечно, очень замечательно, что графения не так очень щепь или нет, это, собственно, интересный свойств привод. С точки зрения практических применений, теоретиков и фундаментальных вопросов, с точки зрения практических применений, это как раз влиятельная вещь, потому что то, что белокранзистов вообще не нужно, того, чтобы можно было. И люди изучают активно, как создавать ущелье, есть разные варианты, теоретически, экспериментально, неуслойки, но решение активно изучают, то есть не главное им напряжение, то, что создаёт щепь, или разные способы химические, то, что более функционализировать микрофен, то есть сажать в него разные примеси, которые ватальны, которые создают щепь, и, конечно, он создаёт контролировать его рождение. Ну и много разных других вопросов изучаются, вот все оптики разные, разные устройства наноэлектронные делают, композитные материалы, гембраны, детекторы для отдельных молекул, и дальше всё будет очень активно развивающейся области. Я перейду к токологическому изолятору. Если есть какие-то вопросы по графену, то... Хорошо. А, значит, токологический изолятор, это будет последний кусочек у нас, и он будет связан с тем, что мы обсуждали на сих пор. А, значит, что такое токологические изоляторы? Это вот направление, которое стало активным буквально последние 50 сетей. Тот и три. Хотя, как я вам объяснил то, что мы знали до сих пор, потому что токологический изолятор, он тоже вписывает свою схему. А, значит, токологические изоляторы, это... Системы, которые в объёме являются изоляторами, но имеют на поверхности токологически защищённые геополизобные состояния. Как я уже говорил, квантоэффект Холл является примером другой системы. Это двумерная система, принадлежит к классу симметрии, которая классификация называется класс А, и у него может быть любое число кривых состояний, что означает, что он токологический изолятор типа Z. А ещё бывают Z2 токологические изоляторы, у которых выводители или нет кривых состояний, когда он вообще не токологический изолятор, это обычное или однопривое состояние, когда он становится токологическим. Последние несколько лет активно исследуются экспериментальные реализации токологических изоляторов класса А2. А2 это тот класс, о котором я сейчас говорил, в связи с графем, с потенциальным беспорядком, который не перемешивает А2, и тот класс, который обычно возникает в системах с симметридальным взаимодействием, когда нарушен спин и не нарушено вращение. И есть структуры, двумерные и трёхмерные, которые являются токологическими изоляторами А2 класса, это очень активно развивающаяся область, то есть сейчас нам каждый год несколько конференций, на тему несколько школьных, потому что по бурности развития она примерно на том же уровне, что график. С вами это говорит. Да, имеется... Можно задать такой вопрос. Вот мы видели отсюда, что бывает, например, двумерные в классе А, бывает токологический изолятор типа С. Я вам показывал, что бывает 10 классов симметрии. Ну, размерности пространства, по крайней мере, теоретически бывает на любую задачу. Можно спросить, если я задам какой-нибудь класс симметрии и какой-нибудь свой размер пространства. Бывает там, в принципе, может там будет токологический, это или нет. Ну, конечно, интересный вопрос для нас, а в каких классах симметрии можно ожидать двумерных, трёхмерных. Значит, на этот вопрос есть ответ. Сразу, во всех размерах, во всех классах симметрии. Вверх выглядит вот такой, даёт с собой красивую таблицу, которая, значит, берёмся периодически таблицами, патологически задаёт. А, значит, что в этой таблице? Это вот эти 10 классов симметрии, о которых я говорил, которые теперь расставлены не тем способом, как они расставлены раньше, а тем способом, как их нужно расставить, чтобы таблица уже было красиво. Нет такого смысла. Оказывается, что есть ещё раз. Я уже говорил, что есть красивая математика, но красивая математика. Продолжение. Это вот размерность пространства. Один, два, три, четыре. Ну, это 0, можно сказать, ну, 0 это не совсем понятно, потому что это границы номерного образца, поэтому... Теперь в этой таблице есть три типа символов. Да, значит, это вот берём любой класс, любой размер пространства, то есть на пересечении получаем какой-то символ. Ну, а это теория? Нет, нет, есть общая теория, которая дает ответ на вопрос про любую размер. Разраста, она уже... Поскольку она общая, но, естественно, что у нас в первую очередь будет идти вставать вот это, но, тем не менее, на всякий случай есть ответ. Ну, а вот что еще случится? Имеется... Да, это продолжается. То есть, в принципе, просто несколько дня было, здесь опять же есть. Значит, теперь смотрите, тут имеется 0, z, z2. 0 означает, что в этом классе симметрии в этой размерности не бывает. А1 – это самый обычный класс симметрии, когда не нарушено ни спин, и симметрия относительно обращения времени. А просто частица в случайном потенциале. Это будет класс А1. Вот в этом классе, для меня, не бывает пленческих изоляторов ни в умерии, ни в тверх умерии. Можно ни исключить. А вот в классе А, это класс, когда нарушена симметрия относительно обращения времени в магнитном поле. Бывает пленческий изолятор в размерности 2. И мы его хорошо знаем. Это пленческий изолятор. А в размерности 3 не бывает. Следующий будет в размерности щит. В размерности 3. Да. А теперь смотрите, каким замечательным образом. А Z и Z2 говорит, что топологический изолятор бывает. Либо типа Z, или здесь типа Z2. Теперь эти Z и Z2 идут замечательным образом, они будут подиагональными в этой таблице. И дальше они так продолжаются, и понятно, что период так все устроен. А вот эти два класса между собой идут периодически, а эти 8 между собой. То есть у этой таблицы есть период 8. Понимаем, она периодически. То есть, скажем, десятимерное пространство, на которых такое же, как гумер. Хорошо. Теперь, значит, каким образом это выясняется? Оказывается, что есть два способа ответить на этот вопрос. И удивительным образом, хотя априори не очкинен, потому что человек, они его тоже, но они дают одну поджетку. Один способ, это состоит в том, чтобы изучать чистые системы, имея решетку, периодически трансляции. И изучать свойства Блоховских функций, каталогические свойства Блоховских функций. Второй способ, да, это легко сказать, но это такая серьезная математика, которая живет. То есть, по обоих случаях, кассиверская математика, но, например, мне говорят, она уже еще сильная. И второй способ состоит в том, чтобы действовать в духе того, что я вам до сих пор рассказывал, строить, изучать систему с беспорядком и задать вопрос, когда можно будет дописать к этой теории, которая получится, которая будет сигномодель, какой топологический член, топологический член, который защитит ее, мы уже видели, что топологические члены защищают систему от локализации. Но если нет топологического члена, то за веру он может быть локализацией. А, конечно, если написать сигномодель и написать у нее очень маленькую фрикцент-диффузию, то мы уверены, что будет локализация в плане деятельности. Что-то должно защитить на языке сигномодели, на этом языке он защитит только топологический член. Топологический член можно описать только тогда, когда соответствующая, как говорится, группа грамотопии не привязана. Помните, я вам говорила, что когда вы смотрите отображение окружности в окружность, то группа грамотопии будет сет. Это значит, что можно окружность на окружность мотать два раза, а можно три раза, а можно четыре раза. Сферу на сферу тоже можно один, можно два, можно три, а вот, например, если вы будете отображать окружность на сферу, то вы легко поняли, что нет, тривиально. Нельзя негривиальным образом отобразить окружность на сферу. Как вы не отобразите, вы можете взять и непрерывно сет. Нет, негриви. Поэтому бывают большинство случаев эти группы грамотопии, они, на мой взгляд, просто тривиальны. И это означает, что к негривиальной штурсии нельзя. А когда это кончит негриви? Таким способом можно изучить это и посмотреть, когда можно написать члены, которые сделают эти возбуждения. Значит, то, что мы хотим сделать, мы хотим, чтобы возбуждения на границе были нелокализуемыми. Дописать такие члены, которые защитят возбуждения, которые будут бегать. Мы хотим, чтобы был изолятор. В объеме у нас все будет локализуемо. А на границе должны бегать состояния, и они должны быть нелокализуемые. И мы знали такой пример, который мы только что видели на примере графена. Есть топологический член, который может описать все модели, которые делают эти локализуемые, и которые получаются из модели дираковских фермионов в исполнении. Вот такого же типа ситуация должна возникнуть и здесь. И вот из таких соображений строится эта таблица, получаются какие ответы. Теперь хорошо. Сейчас посмотрим, что у меня у нас видно. А вот снова у меня картинка. Теперь давайте сюда посмотрим и решим, а что нас здесь интересует. Ну вот как уже справедливо замечено все-таки за трехмерное пространство, наверное, особенно в процессе. переговорили и уже решили. Хорошо. Не, на самом деле есть всякие идеи, как эффективно, между прочим, четырехмерное пространство возникает, когда в задачах, когда есть что, зависит от времени. Вопросы, задачи, В периодичном времени. Да, 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 да. Есть ситуации, когда возникает четырехмерное и это уже обсуждалось. Так что пока мы будем про это говорить, пусть все будет статическое, тогда нас будут смотреть в мере на трехмере. Кстати, одномерие тоже не безуметриясь. Значит, в мере я уже говорил, что вот это квантовый эффект хрома. Вот эти зелененькие из, ну, они забитные или внешние зелененькие, вот этот класс С, так называемый класс Д, это некоторые тоже аналоги квантовые эффекты хрома, которые могут быть в сверхпроводящих системах. Они теоретически предсказаны и изучены теоретически. Там про них очень понятно, очень красивые глинины, но экспериментально их не так просто. Ну, там, нужны сверхпроводники со специальным нарушением бессимметрии, но в общем, мне серьезные требования совсем не так. В обычном сверхпроводнике ничего этого не будет, потому что он не будет относиться к этому. к этому отцу. В общем, это непросто. То есть, там есть какие-то предложения, где я могу обыскивать, но не хочу сказать. А что можно наблюдать и наблюдается, это вот эти вот Z2. Смотрите, вот эти Z2 находятся в классе A2. Это класс, допустим, симплистический, который я говорил, который нормально возникает при наличии спин-орбиты, или вот он же у нас в графике возникал при наличии какой-то псевдо спин-орбиты, где спину был в отличие. Спин-орбита это что-то такое, что в жизни бывает, и поэтому никаких чудес не надо, чтобы этот класс не получил. Просто система с сильно спин-орбитальным взаимодействием. и в этом классе замечательным образом бывает топологический изолятор и в 2-мере, и в 3-мере. Сколько? Мне кажется, что это половин нет? Нет. Что-то лучше. У нас уже разница. 45 минут. Нет, я просто посмотрел на расписание, там мы должны быть начать половину, но я... Разница. Там половина, поэтому мы давайте я постараюсь построить. Я сказал, что бывает на консорах измениться и немного природы не там. можно нафиг. Ну, хорошо, давайте сейчас. Хорошо, хорошо, сейчас постараюсь постараюсь. Но у меня немного, я, собственно, могу сказать. Но давайте мне нужно изменить качество показать красивые картинки и интересные проекты изолятора и на местном. Значит, как... Да, как бывает и в двумерии и в трехмерии. Теперь, как понять, что вот этот топ-изолятор Z2 есть в двумерии, как его построить? Оказывается, такое... Его можно довольно просто построить на уровне модели. А модель... Не в жизни пока в модели. Возьмем квантовый эффект пол, в котором течет одно кривовое состояние в этом направлении. Возьмем другой образец. Это не образец какой-то, на все как бы гидро... модели. Другую копию, в котором магнитное поле направлено вниз. Мы будем считать, что это соответствует спину вверх и это соответствует спину вниз. Здесь пусть эффективно магнитное поле направлено вниз, и тогда кривовое состояние течет в результате. Мы теперь объединив из две системы. У нас будут течь одно кривое сляние сюда, одно кривое сляние сюда. До тех пор, пока между ними нет связи, мы ничего науку не делаем. Теперь представимся, что мы включим спин-орбитальное взаимодействие. Это у нас будет спин-верк, это спин-бус. Тогда у нас можно будет переходить отсюда сюда. Но оказывается, что и можно было подумать, что поскольку одно течет в одном направлении и другое в другом, между ними будет рассеяние и будет локализация. Оказывается, спин-орбита запретит такое рассеяние. Правильно собираю. Выражение можно легко показать, что такого рассеяния эти моды перемешаются, но по-прежнему одна будет сечь второго и другого. И это такое общее свойство в этом классе, что если имеется нечетное количество мод в каждом направлении, то одна из них обязательно выживая и локализоваться. Вы когда-то на самом деле я таким задачей занимался, что 20 лет назад, когда еще никто не знал, что это как раз фронический завет. Вот, такой сетей интересный. Просто совершенно замечательный, да, просто изучали локализацию правильных классов и обнаружили что-то. Но мы никогда до конца не поняли, что происходит. Хорошо. Теперь, да, вот это пример, как построить такой гиплогический изолятор типа зажиманой модели. Теперь, значит, люди стали искать, где же его можно в жизни, так сказать, увидеть. Первое предложение было учесть себе на орбиту в графике. И вот то, что тут смоделировано, это просто модель, совершенно конфлик, не модель, взята такая полоска в графику, которая смоделирована, добавлена в спина орбитуальная взаимодействие. и которая открывает щель в этом графике подъем. Это вот тирантский и сам, вот эта спина орбита открыла щель, она открывает щель. Там еще спина орбита очень маленькая. Да, 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 но это на компьютере бывает и бывает, оно маленькое. Да, это я как раз хотел сказать, что маленькое, но пока что это лечение на компьютере. И здесь какие-то произвольные параметры. И видно, что в объеме нет здесь щель, а есть вот одна мода, которая пересекает и это троевое состояние. Вот это пример как типичная ситуация, которая возникает для логического изолятора. Имеются объемные зоны, которые имеют щель и имеется в этом щели мода, и видно, что это мода типа такой террористской мода. Которая соответствует состоянию, ведущим на краю. Ну, дальше не посвечалось, когда это будет для этого выхода. Но проблема с графеном в том, что в графене очень маленькая спинаргута. Поэтому это, конечно, должно быть, но для этого требуется очень низкая температура, очень чистая система. Это надо как-то. Но дальше люди нашли другие системы, в которых это спинаргута известна, что она сильная. И это система на основе туллилида путья. Это было предсказано теоретически, что нужно сделать такой сэндвич из-за лирида ртузи. А это двумерный полупроводник. Здесь он сделал из него сделан такой фактически двумерный. Чтобы такой сэндвич окружать, как лирида сэндвич это узенькая яма. И у него так называемые инвертированные зоны. Я сейчас не хочу вдаваться в тонкости, но это примерно грубо говоря это означает, что он описывается терапевским гамильтерианом, у которого масса имеет в окрестностях терапевские точки неправильные знаки. Это означает, что вот здесь терапевский фермион обычный нормальный масса, а вот эта масса поменяла знак. Поэтому красная означает, что волновая функция это как бы электронная, а на самом деле она устроена из волновой функции с электронной дыркой и в арместе поменяли. Это такая топологическая вещь и приводит к тому, что на поверхности будут эти самые топологические мурики. Это люди поняли, что так можно устроить топологическое. Изолятор и дальше был замечательный эксперимент в Олент-Кампене, который деды увидели. Они предсказали, что когда толщина этой самой слои в ее ртузе будет больше, чем 6 нанометров такого, но вообще не какого-то числа такого типа, то возникнет это, перегорнется узонная структура и возникнет топологический взгляд. И вот здесь было изучено и вот видно, что черное соответствует структуре, нормальный изолятор. И видно, что это меняется положение химического потенциала и здесь он находится в объеме щели. И поэтому проводимость рекундактации очень маленькая. Сопротивление на несколько порядков больше, чем и это означает, что мы имеем нормальный изолятор, систему плоскопродуктов. А когда берется эта самая структура с достаточно толщиной в полурида в трусе, то оказывается, что контактам здесь практически точно равен 2 лето квадрата х, что означает, что по краю в точности текут два состояния вот те, которые должны быть в вводочном моделете. То есть вот такие экологические изоляторы в мире есть. И вот последняя пара минут я забыл у нас очень красивый эксперимент и очень активная деятельность это трехмерный экологический изолятор. И те же самые тюрьмые лето, которые я уже показывал, это численный счет, сделали модель трехмерный экологический изолятор в том же самом классе со спинат-битой. И опять же вы видите это модель на еще алмазы со спин-орбитой и опять же вы видите в зависимости от того какие-нибудь параметры выкирают или есть просто щель это вот а подъем есть все время и щель а на краю вот это краевые моды которые пересекают здесь и вот здесь вы видите что эти моды может быть там три одна две теперь предсказательство в том что если ввести беспорядок то когда молчетное число то они перемешаются и завокализуются а когда молчетное число то одна из них выше это з2 клонический дэк конечно должна остаться одна и уборь и когда нечетное число то это клонический дэк и дальше естественно будет искать экспериментаторы реальные соединения и наши и это соединение на основе висмута которые тоже обладают эти свойства с инвертированными зонами это большая работа потому что нужно найти ситуацию чтобы во-первых были эти поверхности были инвертированные зоны соответственно были эти поверхностные моды плюс чтобы уровень фермы действительно находился объемный щелик и это поскольку это очень трехмерная там очень хитрая структура поверхности энергетического спектра но это очень активно работающая группа в принстоне и они нашли сначала разное судьба сначала они нашли штук 5 мод на поверхности соответственно это нечетное число и в логичности да но в конце концов они нашли соединение высшего на основе высшего селел в которых действительно есть один диракховский конус и это тоже они нужны в разным лингированиях с помощью кальция или давления в общем чтобы результате оказалось что в диракховской точке в частности находится уровень фермы и в диракховской точке находится поверхности находятся щели объемные но это сейчас уже наберется то есть есть соединение реальное и это все продолжается которые строят так которые технологические полярки у них в объеме на уровне фермы есть просто щель а на поверхности есть одна диракховская модель то есть фактически это одна долина графина и поверхность поверхность такого эпологического изолятора это одна долина графина одна штука так сказать диракхи одна мода диракхи фермы и как я уже объяснял она делала грузуем мак до тех пор пока мы не нарушим седки обращения в литике я не взял и это сейчас очень активная область люди изучают что будет есть эксперименты которые показывают что обхват духовно поверхности правильная террористика изучается что будет делать контакты со сверху прозвольной полной и так далее это такая очень разбивающаяся область и наверное я изучаю что будет делать взаимодействие в этой ситуации вам интересно подачу сейчас я не 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 рассказал потому что я отправлюсь так попросим ну я понимаю что нам устали я еще здесь сегодня первый день не завтра так что из-за второго здесь давайте еще раз аплодисменты 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 аплодисменты